Доброе утро, уважаемые коллеги. Начинаем к нашей мероприятии и традиционно у нас пресс-конференции по развитию рынка страхования жизни в России, мы каждый год проводим. На нем, на этом мероприятии мы всегда представляем результаты нашего исследования рынка и также представляем слово крупнейшим компаниям, которые на этом рынке работают, могут рассказать, что происходит изнутри, скажем так, в компаниях и по рынку, какие-то, может быть, свежие идеи. Сегодня тоже, надеюсь, что так и будет. Собственно, я хотел бы сначала показать как раз презентацию коронку по рынку, что мы видим по итогам первого полугодия и какие прогнозы на этот год и на следующий год мы делаем. Собственно, как и все было ожидать темпы прироста рынка, они замедлились достаточно сильно, упали в сравнении с первым полугодием в прошлом году, сравниваем по полугодиям, первое полугодие к первому полугодию. Они упали в два раза в сравнении с теми, которые были в первом полугодии прошлого года. Понятно, что, прежде всего, это результат снижения активности в банковском кредитовании и кредитное страхование здесь, безусловно, сильно повлияло вниз на темпы роста всего рынка. Но, с другой стороны, что позитивно, безусловно, мы уже второй год видим достаточно мощный рост непосредственно инвестиционного страхования и жизни, и здесь темпы роста, скорее всего, будут дальше поддерживаться на достаточно высоком уровне. То есть, общий прирост упал и банковский канал с точки зрения кредитного страхования перестал быть драйвером, но при этом у нас развивается классическое страхование жизни, и это очень хорошо. Собственно, по цифрам на этой графике мы видим как раз результаты полугодия к полугодию, ну, в смысле, по первым полугодиям, потому что это базовое представление более правильное, 30% прибавил рынок в этом году в первом полугодии, в прошлом году, еще раз повторюсь, это было плюс 65% и уже несколько лет этот темп рост достаточно высокий, и этот рынок, конечно же, наверное, самый быстрорастущий среди всех сегментов страхового, это, наверное, точно среди крупных всех сегментов. Союзное выражение, он вырос на 11 миллиардов рублей в первом полугодии этого года, и тоже достаточно большой прирост, правда, это не рекорд, рекорд на союзное выражение после рост в прошлом году, в первом полугодии прошлого года, и, понятно, здесь как раз бум кредитования, физический кредит, он здесь привнес наибольший вклад. Но, тем не менее, все равно это достаточно большой прирост в союзное выражение тоже, и гораздо выше, чем на всех других сегментах страхового рынка. Здесь мы, собственно, сравниваем на этом графике темп роста на рынке страхования жизни, это красная линия темп прироста всего страхового рынка, это черная линия, которая ниже, и там гораздо ниже этот показатель, он в районе 8,5% всего лишь в первом полугодии. Мы ожидаем, что по итогам года он, может, чуть будет больше, там есть как посылки, но все равно он, конечно, не достигнет того уровня, до какого растет страхование жизни. Ну и, как результат, с долей страхования жизни в свободных страховых взносах за год выросла на 1,6% пункта и достигла уже 5,4% пункта. Очевидно, что по итогам года она превысила 10% и в результате, в первые за всю историю страхового рынка страхование жизни, если мы не учитываем то, что было много лет назад, то, что касается налоговых схем, то, если мы считаем настоящее страхование жизни, то в первые мы увидим долю страхования жизни в обновлении больше 10%. 75% абсолютного прироста взносов в первом полугодии 2013 года обеспечивало страхование заемщиков, это понятно, здесь, безусловно, как раз бум кредитования, который мы видели в последние несколько лет, он дал достаточно хороший эффект с точки зрения роста, но, конечно, это, понятно, большой криткосрочный эффект, и, конечно, это не может быть базой для роста рынка в перспективе на много лет. Понятно, что как раз то, что касается инвестиционных страхового продуктов и классического страхования жизни, вот здесь как раз тот сегмент, который, по идее, должен поддерживать рост всего рынка в ближайшие годы. Здесь мы видим, что в первом полугодии структура как раз изменилась в пользу того, чтобы вот этих классических продуктов. Разумеется, мы в прогнозах достаточно сильную роль у нас играет прогнозы по потребам кредитований и ипотечному кредитованию, что сказывается на рынке страхования жизни, и здесь мы тоже видим замедление как раз таки в два раза, темпы прироста по всей потребам кредитов. Это еще не падение, то есть объемы потреб кредитований растут, до сих пор продолжают расти, и по итогам года этот рынок вырастет. Но вот в следующем году уже, скорее всего, будет скогнаться этот рынок, то есть вряд ли будет рост, возможно, может быть даже небольшое падение. Есть много факторов, это и политика ЦМВ по ужесточению, в части потребных давания в плане резервирования требований банков, это и политика непосредственно самих банков, которые заметили рост просрочки ускоряющихся и начали корректировать свои подходы для сканерджмента, и платой заемщиков, и разумеется, темпы прироста сразу же начали падать. Многие банки уже в первом глупой году показали падение в абсолютном выражении объемов потреб кредитований, то есть рынок всего в свободности вырос, но многие крупные игроки этого рынка уже упали. И, как я уже сказал, в следующем году, скорее всего, и весь рынок ожидает здесь стагнация, ну или даже может падение. По страхованию заемщиков, естественно, тоже прирост взносов сильно снизился, в общем, тут тоже что следует ждать, это вполне быстрый эффект на этот рынок как раз со стороны динамики падения кредита. Вот в первом глупой 2014 года, как результат, две трети, чуть больше даже, двух трети абсолютного прироста взносов, обеспечивая инвестиционное страхование жизни, и вот мы видим здесь прироста по сегментам страхования жизни, страхование затоемщиков всего лишь, вот мы видим, два процента прироста, то есть очень маленькая, в общем, доличина. Смешанное страхование жизни, дожительность, трудоспособность и смерть идет действий полис, это плюс 25 процентов, и взнос, во-первых, глупой, до 12 миллиардов рублей. Страхование ренты, аналитетное страхование, инвестиционное страхование 4,3 миллиардов рублей, и плюс почти 20 процентов прироста. Инвестиционный страховой продукт страхования жизни 10,4 миллиардов рублей, и вот такой колоссальный прирост в много раз, то есть это как раз самый высокостойчивый цифр, и абсолютного выражения тоже прибавил больше всего. Причем, в абсолютном выражении, то прирост практически равен тому, что было в прошлом году по абсолютному значению. Смена драйвера привела, я уже сказал, к смене и структуры по долям на этом рынке, в общем, на этом остались не будут, в принципе, я уже сказал, как раз здесь видно в цифрах, как изменилась структура достаточно сильно. Также на рынке изменения произошли в топ-10 компаний, которые представляют основных участников рынка, лидеров рынка, что тоже очень удивительно, потому что есть некая специализация все-таки у компании, и как раз она и дала некоторый эффект перераспределения мест в топ-10. В принципе, основные, конечно, игроки, которые традиционно здесь пределают, в основном они остались в десятке, но перемены произошли. И вот Бермак в страховой жизни занимает первое место под массом, надеяно, что и при топ-10 здесь ничего, по сути, не должны не иметься. Что я бы отметил как достаточно позитивный, на мой взгляд, фактор в развитии этого рынка, и, кстати, это не на всех сегментах страхового рынка, то, что здесь топ-10 представлены очень высоконадежными компаниями, мы увидели, что все рейтинги надежности у компании, кроме одной компании, которая не потому, что она ненадежная, просто не успели получить рейтинг, у всех он очень высокий. Это, конечно, выгодно отвечает рынок от многих других сегментов, где бывает, что лидеры топ-10 отличаются низкой на эту финансовую стоимость. Что мы видим по прогнозам на этот год и на следующий год? Мы предполагаем, что темп прироста объемов топ-10 продолжит замедляться, но, в общем, все равно рынок это вырастет, и, соответственно, очевидно, что для страхования жизни это означает, что драйвер роста останется как фирма «Колубогий», и дальше будет сохраняться этот драйвер инвестиционный страхование жизни, и, скорее всего, этот сегмент повисит примерно 75% в этом году. Темп прироста внос в итоге по страхованию жизни в целом по сегменту окажется в районе 50%. В следующем году будут и дальше сокращаться объемы потреб корректований, но это оптимистичный прогноз – 15%. На самом деле, с учетом того, как быстро меняется динамик на этом рынке, может быть уже в конце года, и в начале следующего года придется корректировать. Как я уже сказал, возможно будет даже стогнаться от этого рынка, и тогда совершенно другой расклад будет по этому роста и в страховании жизни. Рынок инвестиционного страхования жизни, наверное, вырастет примерно на 29-30%, и, собственно, общий прирост всего рынка в страховании жизни окажется на уровне 10-12%. Может быть, мы здесь немного пессимистичны, и коллективы поправятся, есть прогнозы по динамике более оптимистичны, но это, видимо, как раз дальше вопросов на суде. Ускорение роста – мы предполагаем, что в среднесрочной перспективе должно произойти в случае принятия мер, которые зафиксированы были и стратегии развития, и очевидно, что это предназначе всего налоговая тема и закрепление продуктов филитников. И вот как раз эта развилка, она в 2015 году в ряд веков, конечно, прям сильно может сыграть, хотя может тоже дать эффект, но они начинают с 2016 года точно это развилка, которая очень сильно будет сказываться на тему рынку. Мы предполагаем, что страхование жизни в следующем году в целом вырастет сильнее, чем весь остальной страховой рынок, и это, безусловно, точка роста всего рынка, но вот как раз эти два пункта, которые я назвал, они принципиально для среднесрочной перспективы роста. С точки зрения структуры по темпам роста, ну, это, в общем, продолжение тех трендов, которые мы видели в прошлом году в первом клубе этого года, это как раз перераспределение структуры рынка и разные темпы роста, но я здесь тоже не буду остановиться подробно, потому что, в принципе, это продолжение того, чтобы был в первом клубе этого года. В результате здесь мы, собственно, показали объем износов, полученный через разные каналы продаж, и понятно, что банк специального продаж здесь номинирует. Очевидно, он будет доминировать по итогам этого года, возможно, в следующем году, его доля немного снизится, потому что здесь идет некоторое предраспределение структуры, но все равно даже вот та классическая жизнь и инвестиционная программа, все это в основном сейчас, тем не менее, продается через банкский канал, и в структуре, скорее всего, существенных изменений, конечно же, не произойдет в следующем году. Банкское оно так и будет доминировать. В общем, это, наверное, все, что хотел сказать по результатам исследований. У вас есть материалы поподробнее. Дальше только предоставить слово Игорю Юрьевичу Юрьевичу и Юргенску, наверное, по комментариям по рынку и особенно по перспективам изменений, с точки зрения каких-то драйверов. Потому что я назвал, в общем-то, и дела с науками и с законодательством, может быть, что-то можно дать в следующем году. Я, к сожалению, никакой благой вести вам принести не могу, потому что, да, идет очень такая интенсивная работа, консультация по поводу двух основных проблем, с которыми сталкивается страхование жизни с точки зрения его перспектив и развития. Основной вопрос – это двойное налоговложение страховщиков по пенсионному страхованию, которое получается по факту. И второй вопрос – вот это законодательное закрепление Юниклинг. Оба связаны, безусловно, с своего рода льготами. Оба связаны с тем, что психологически, да и практически, министерство финансов, ну и министерство труда в каком-то смысле, как одно из ведомств, находится под давлением объективных обстоятельств, можно так назвать. Объективное обстоятельство называется рецессия российской экономики, санкционный режим, недополняемый с бюджета. Поэтому каждая мера, которую приносит один из сегментов финансового рынка, в данном случае страховщики, министерство финансового для согласования, где они просят какого-то рода налогового ослабления, сталкивается с теоретически обоснованным, практически реализуемым, таким бастионом в виде Шаталова и всех остальных коллег, в Минфине, которые отвечают за наполнение бюджета, за налоговый режим и все остальное. Поэтому, безусловно, на целом ряде встреч высокого уровня, первых вице-премьеров, министров финансов и так далее и тому подобное, я уж не говорю про собственного регулятора Центральный банк, который на нашей стороне в основном, на всех этих встречах говорится о том, что основные длинные деньги очень нужны, длинные деньги – это основа роста экономики, длинные деньги – это основа инфраструктурного развития, длинные деньги, которыми являются резервы страховщиков жизни, это, так сказать, тот жирительный сок, та кровь, которая нужна нашей финансовой и экономической системе. Но на это все в основном заканчивается то, что потом начинается технологический разбор полетов и оказывается, что в связи с невозможностью наполнить бюджет так, как хотелось бы, и невозможностью принять логичные и совершенно нормальные меры по внутри и внешнему позиционированию Российской Федерации, мы оказываемся опять вот в этом самом топике. Я, конечно, выхожу на слишком большие вопросы, включая внешнеполитическое позиционирование, санкционный режим, ситуацию России и ЕС, Россия и США, Россия и Украина, но, как ни парадоксально, каждый раз, когда дело доходит до очень конкретного вопроса «Бабочки, бабочка замокнула стрельями в Австралии, в Антарктике произошло землетрясение». Ну, вот приблизительно такая история у нас продолжается годами, на моем памяти десятилетиями, с страхованием жизни и с нашим спором, с одной стороны, с пенсионными фондами, и, с другой стороны, с теми, кто отвечает потенциально за инвестиционные продукты. Где подвижка? В настоящий момент, если мы говорим о налогообложении равном нас и пенсионных фондов Российской Федерации, и государственных пенсионных фондов, подвижка произошла в том смысле, что, по-моему, по крайней мере, на теоретическом уровне, Максим меня поправит, Министерство труда, как основное министерство, которое отвечает, в данном случае, за эту часть, ну, или, по крайней мере, является содокладчиком, так скажем, в правительстве, оно подвижилось в нашу сторону, то, что понимает перспективы НПФ. Бедные НПФ потерпели то же самое стратегическое выражение в результате этого самого санкционного режима, и приобретение нами Крыма, которое, собственно говоря, невосстановимо. Вы понимаете, что мы собрали два года накопительной системы, вряд ли, или одну, третий, в бюджете того, какого они есть, и вся структура, значит, дофинансирования, покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации вместо классической схемы, которая была придумана еще при Пудрине, как вице-примере и министр финансов, скатилась на вульгарное изъятие накопительной системы, обрушение тех самых геоэнергений, привела не к чему. Хотя, по логике, конечно, оставь они эту накопительную систему, она вернулась бы к тому же самому для ради чего фонд национального благосостояния или лучших поколений и создавалась, то есть для ее пополнения. Но в промежутке была бы правильная система инвестирования этих глиных денег. Значит, все это разрушено, НПФ, и, конечно, воют, плачут, кричат, везут по всем заведениям, и, как, значит, collateral damage, то есть, они говорят о том, что вот еще и страховщики лезут туда же, при этом, значит, обвиняют страховщиков в том, что у них режим это теперь лучше, чем у них. Аргументируют это тем, что у них на расход, поскольку они были зарегистрированы как общественные организации своего рода, да, такие, так сказать, социально ориентированные, значит, организации, у них расходы на ведение дела, значит, ограничены, то, что можно им использовать для развития дела, тоже ограничено. Ну, на это наш ответ в этом споре классическом и историческом СНПФ заключается в том, что мы готовы, безусловно, иметь одинаковые режимы с ними, но надо их выравнивать по хорошей мерке, а не опускать нас до плохой. Ну, повторяю еще раз, Минтруд вроде бы подвинулся в сторону страховщиков жизни немножко, потому что в Минфине говорят о том, что понимают наши озароченности, но у них есть трудности с внесением соответствующих поправок в законы, они не хотят это делать дважды, трижды, через всякие профильные комитеты. То есть, неинтересные вам вещи, которые связаны с техникой, технологией лоббизма, и технологией, техникой объяснения правительству, которое живет сиюминутно, этим моментом, объяснение ему, что ему будет выгодно лет года через три-пять. Это всегда очень трудный момент для того, российской федерации. Поэтому, мы затянувшись ответ на короткий вопрос Фавла, не произошло ничего радикального, но мы в более дружественном, в более таком, я бы сказал, разрыхленном диалоге с Минтрудом, Министерством финансов, ну и, безусловно, с Центральным банком, чем мы были, скажем, год назад. Это не означает, что в течение этого года произойдут те изменения, о которых мы говорим, о которых нужны страховщикам жизни, о которых много раз мы писали в ГУРИ, стратегии развития страхового дела и других всяких документов, которые лежат на столах у начальников. Тем не менее, диалог продолжается. Рабочая группа подобного рода создана. Мы встречались специально с Центральным банком и она создала, ну или создает, рабочую группу, поэтому вопросы у себя готовы вести диалог с правительством. Есть поддержка в других каких-то кабинетах. Давайте будем смотреть за развитием событий. Два вопроса. Двойной налога уважения страховщиков в жизни тем инструментам, которые нам очень нужны, и Юниклинг. Вот я бы на этом остановился. Спасибо. Спасибо большое. Максим, собственно, в продолжение у тебя там презентации. И прокомментировать, в том числе, вот эти предложения глобальные. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо очередной раз за внимание у френдовских политиков, спасибо за организацию конференции. Я поделюсь своими соображениями, но и в ходе презентации затронуете вопросы, которые уже обсуждались у меня. Единственный маленький вопрос, я вот по твоей презентации смотрел, я, поскольку отвечаю за весь раз, не увидел CIV и согласию ВИТа, куда же они делись, списка десяток. Они, наверное, уже побежут? Нет, нет, они... Мы могли дать данные. Да, да. Вот поэтому там не хватает компаний. CIV и согласие ВИТа я радую на то, что всем это выставляют. Вот, да. Дисциплику комиссии надо. Тогда будете присутствовать на широком локаре. Отлично. Ну, я тогда, с вашего позволения, начну. У меня презентация посвящена... Прошу прощения, у вас водички нет никакой. Я начну с... Тема моего выступления – это продвижение некредитных продуктов через канал Банк Страхования. И первый слайд был, во-первых, что уже было, но, тем не менее, я попробую там со своей стороны какие-то акценты расставить то, как я это вижу. Действительно, кредитное страхование жизни, оно уже не первый год замедляет темпы роста. Это началось где-то со второго полугодия, наверное, прошлого года. В этом году, в первом полугодии, это было еще очевиднее. Если в прошлом году кредитное страхование жизни, а это один из таких основных мифов рынка, что весь рынок страхования жизни – это кредитное. Это и говорят чиновники, это и говорят многие аналитики, специалисты рынка, находясь в плену той ситуации, которая была 2-3-4 года назад. Это совсем не так. Уже по итогам прошлого года страхование жизни, которое можно назвать кредитным, туда включается ипотечное, оно составляет всего лишь половину рынка. Ну, чуть больше половины, 51% по прошлому году. По моей оценке, по первому полугодию этого года, там не более 42%. И она продолжит снижаться именно из-за двух факторов. То есть снижение уровня кредитования населения, уход нескольких банков из-за такого активного кредитования и более вскоренное развитие других видов, которые не связаны с кредитом. Кстати, анализируя рынок, нужно обязательно внимательно смотреть на то, почему та или иная цифра изменилась, поскольку участников рынка не так много, потому что в компании 20 активно работают, да какие 20-15. И поэтому изменения в какой-то одной из компаний очень влияют на общую тенденцию и выводы, нужно делать именно исходя из общего понимания. Кредитное страхование жизни, оно отличается еще тем, что один и тот же продукт можно оформить как кредитное страхование жизни или как страхование жизни от несчастного случая, завязанное на кредит. И это уже сразу уводит этот объем в другой сегмент, который мы называем условно non-life, а на самом деле страхование несчастного случая это часть и рынка non-life и часть рынка non-life. И вот это произошло в прошлом году, у одной компании очень крупный, был большой портфель, который перешел в другую компанию, в компанию non-life. А мы, как Сбербанк Страхование жизни, наоборот, если все компании, работавшие ранее с Сбербанком по кредитке, оформляли по НС, да, мы оформляем это на страхование жизни. Наоборот, да, динамика роста по нашей компании увеличилась. Но в целом действительно происходит стагнация, действительно, этот сегмент рынка, даже если его сложить, страхование НС, страхование жизни кредитное, он не растет, и эта тенденция будет продолжаться. Вот, было действительно уже сказано, что инвесторное страхование жизни – это самый главный источник роста, который был в этом году, но на одном из лучших слайдов я поделюсь соображениями, что может быть дальше с этим продуктом. Ну и продолжается тенденция роста доли канала банк страхования. Посредники занимают уже больше 72%, и агентские сети, к сожалению, достаточно сжались, и компании, которые их развивают, становятся с каждым периодом, с каждым годом все меньше и меньше. Я уже сказал про кредитное страхование, но тема моего доклада – она как раз про некредитное страхование жизни, и поэтому я хотел бы пройтись по каждому такому крупненному виду страхования некредитного и высказать свое, где-то, наверное, может быть, даже личное мнение о том, что будет происходить. Инвесторное страхование жизни – действительно, посмотрите, какой рост, если в 2011 году объем кремии был по 2 миллиарда рублей, то в 2014 году мой прогноз, наш прогноз, наш аналитический центр – 28 миллиардов рублей. Вот я… Там, наверное, тоже там не все данные попали, потому что мне не может быть доля рынка 95% по инвесторному страхованию жизни, где-то 9, там, 500 собрали, 10, 400 всего. Наверное, там есть компании, которые просто не участвовали в исследовании. То есть по моей оценке первое полугодие, наверное, где-то миллиардов… 13, да, сбора по инвесторному страхованию жизни. По году они будут в размере 28 миллиардов. Наши сборы были с первого страхования жизни 9, там, с чем-то 9,5, по-моему, по итогам первого полугодия. И действительно этот вид страхования очень-очень быстро растущий, просто потому что страховщики жизни вышли на другую поляну, на тех клиентов, которые классические накопительные страхования жизни никогда бы не купили. продукт продается за счет потенциала доходности. Страховая составляющая не такая высокая. Это, по большому счету, просто оболочка для инвесторного продукта, для структурной ноты. Ноты защиты капитала. Когда клиент инвестирует деньги, у него нет угрозы потерять абсолютный взнос, взнос абсолютного выражения. Но при этом есть хороший потенциал абсайда, и клиент впервые, а это главное отличие от накопительного страхования жизни, выбирает, куда инвестируется та часть ее средств, ее взносы, которые нацелены именно на зарабатывание дохода. И на рынке сейчас уже такой очень большой спектр инструментов, куда это можно инвестировать. Это индекс РТС, это золото, это сырье, это нефть, это зарубежные глобальные фонды облигаций, фонды акций, зарубежная недвижимость, IT-компании, новые технологии, азиатские рынки. То есть страховщики жизни на самом деле за два года сделали огромный рывок на другую поляну, поляну, которую занимали управляющие компании. И не случайно на одном из там проводимых конкурсов был конкурс по инвест-продуктам, инвестор-саварц. И туда подавали заявки и управляющие компании, они страховщики жизни с инвест-продуктами. Из шести участников первые три места заняли страховщики жизни. То есть инвест-продукт, инвестиционный страховой продукт обогнал по клиентской привлекательности классические инвестиционные продукты. Это на самом деле событие, которое прошло так незаметно. На мой взгляд, оно является очень значимым, потому что традиционно-консервативная отрасль проявила себя так, как для нее не характерно. То есть был изобретен продукт, выведен на рынок, он показал огромную динамику, он великолепно развивается, и он затронул те сегменты, которые раньше в страховом рынке были недоступны. Сегодня продукт есть уже в линейке десяти компаний. Я вчера так прям по всему прошел, посчитал. Продукт очень успешно вошел в продуктовую линейку многих крупных банков. Это в основном массовый высокодоходный сегмент и сегмент ВИП. И продукт не является стандартизированным, потому что у нас нет в России такого понятия инвестиционного страхования жизни. Это придумали сами страховщики. На Западе этот продукт называется юнит-линк, но он не такой, там много других особенностей, которые его, и он даже учитывается отдельно, да, у отчетности. Юнит-линк не весь является страхованием. Какая-то часть идет страхование, какая-то финансовая деятельность, прочая финансовая деятельность. Но, тем не менее, он сделан на нашем рынке уникальным. Нигде в мире такого продукта с таким способом структурированного нет. И даже некоторые страны взяли вооружение, я имею в виду компании некоторых стран, Восточной Европы, и делают его сейчас похожим образом, ну, какой-то из категорий своих продуктов. При этом у нас мало того, что не стандартизирован инвестиционное страхование жизни, да, вот как категория, но у нас в России на официальном уровне даже нет накопительного страхования жизни, как категория. Да, то есть, если вы посмотрите разбивку Центробанка, там есть страхование жизни на дожитие, смерти и причинение вреда жизни и здоровью. Второе – нулитентное рентное страхование или с участием страховательного инвестиционного и третье – пенсионное страхование жизни. Что из этого накопительное, что из этого не накопительное? Накопительное страхование жизни попадает спокойно в первую категорию, куда идет и кредитка, и рисковое страхование жизни. Отделить одно от другого невозможно, и только данные, которые мы собираем в Ассоциации Стравщиков Жизни в БСС, они помогают действительно видеть картину. Но мы давно говорим, что нужно официальное перераспределение именно таких законодательно-регулирующих механизмов, то есть отчетность должна измениться, должно быть выделено в отдельную категорию инвестиционное страхование. У нас на этой неделе, в понедельник, была встреча, такая межведомственная группа, в которую входили представители Центробанка, Министерство финансов, Министерство экономического развития, даже антимонопольная служба. И мы обсуждали перспективы, что нужно сделать с этим видом страхования. Один большой шаг уже сделан в законном организации страхового дела, внесено в такое понятие, как переменная страховая сумма. То есть страховая сумма, которая ключевая отличие на продукцию, на инвестиционную страховую жизнь, на страховую сумму, может меняться со временем, и это может быть завязано именно на динамику того инвестиционного фонда, который лежит в основе продукта. Но очень много вещей еще не сделано. Там расчет переменных бонусов, терминальных бонусов, иной способ налогообложения, иной способ учета и так далее и тому подобное. На встрече мы договорились, что сейчас на уровне, прежде всего, Центробанка, создано очень много рабочих групп. По приказу 32Н, по 101 приказу, по плану счетов. И нам было предложено войти активным образом в каждую из этих рабочих групп и тему юнит-линта разбить на кусочки и продвигать в рамках каждой из этих рабочих групп. Что мы будем делать? Если так не получится, а я выразил мягкие сомнения, что так не получится, если не делать единую рабочую группу по инвестиционному страхованию, то просто мы видим, что сейчас столько же рабочих групп, что в каждую новую за них же координаты потом отвечать за работу. Не очень хотят делать, но, тем не менее, мы будем пробовать работать в этих направлениях, которые выделены по указанным мною характеристикам. Вот, что я хотел еще сказать. Мне кажется, вот этот вот последний пункт, он очень значим. То есть, я изначально, где-то год назад прогнозировал очень активное развитие инвестиционного страхования жизни. У Павла тоже презентация была там, вот такой взрывной рост. С 1 января следующего года вступает в силу законодательство о налоговых льготах на индивидуальные инвестиционные счета. Наверняка вы с ним знакомы. Каждый человек может ежегодно инвестировать до 400 тысяч рублей, получать с этого либо налоговый вычет по зарабатываемому доходу, либо налоговый вычет по сумме взноса. То есть, вложив 400 тысяч на инвестиционный счет, через год автоматом, чтобы ты там не заработал на этом счету, 53 тысячи получаешь, 52 тысячи получаешь назад. Это огромное преимущество. И огромные усилия Центробанка, в том числе, и каждых отдельных коммерческих банков, будут нацелены на продвижение этого продукта. В него внутрь сейчас определяется, что может быть наполнением этого продукта. Там будут пифы, акции, облигации, возможно, даже деривативы, возможно, какие-то структурные продукты. Туда может попасть что угодно. То есть, ты можешь вложить в интересную оболочку деньги, получить доход, и при этом еще получить налоговый вычет. Если ты минимум три года, держишь деньги на этом счету. То есть, ты каждый год получаешь налоговую льготу, но если потом раньше, по прошествии трех лет, ты понимаешь, то можно вернуть налоговую льготу. Очень интересное законодательство. Оно действительно нацелено на то, чтобы расширить круг индивидуальных частных инвесторов. Но одновременно оно является большой угрозой для развития инвестиционного страхования. Потому что в этот момент клиент, у которого уровень финансовой грамотности в нашей стране традиционно не такой высокий, клиент неискушенный в предложениях различных инструментов, при выборе, куда инвестировать деньги, в пятилетний инвестиционный страхование жизни, или в трехлетний инвестиционный индивидуальный счет, с огромными налогами вычетами, а нас, напоминаю, вычетку безналогов. Я не уверен, куда будет угол. Я не уверен, что будет продаваться. Еще раз напомню, инвестиционный страхование жизни нету больше. Страховая там только оболочка. Это инвестиционный продукт, это инвестиционное уложение. Поэтому я делаю гораздо более скромные прогнозы на развитие инвестиционного страхования в следующем году. И все зависит от того, насколько активно будут продвигать индивидуальные инвестиционные счета. Я имею в виду сейчас коммерческие банки, насколько активно будут продвигать. А 95% из СЖ продается через банки. Поэтому темп роста 10-12% является сейчас, как мне кажется, гораздо более реалистичным, чем взрывное дальнейшее развитие этого вида, которое действительно очень интересно. Но если инвестиционному страхованию жизни предоставят такие же налоговые льготы, как индивидуальные инвестиционные счеты, он обгонит другие инструменты, поскольку является интересным таким синергетичным, синтетическим инструментом для клиента. Прошу прощения, я, наверное, все время выразился. Интересно, я могу годами рассказывать про это. Вот, соответственно, требуется утверждение. Да, нам сказали, что вот сейчас у нас срок появляется. Пожалуйста, делайте стандарты. Если вы считаете, что сейчас на рынке очень большое разнообразие, но кто-то идет в эту сторону, кто-то в эту, кто-то прямо. Если вы считаете, что это не очень хорошо, договоритесь о стандартах. Поэтому у нас будет такая вот работа в рамках ОСС. Как только закон принесут. Вот, это то, что я хотел сказать о страховании жизни инвестиционном. Еще раз добавлю, вернее, добавлю, что продукт характеризуется очень высоким средним взносом. У нас в компании средний взнос в районе 700 тысяч рублей. Да, ни один другой вид страхования в жизни не обладает таким характеристикой, такого высокого среднего взноса. Напоминаю, что любвиная доля продукции на рынке является единовременной. То есть клиент не платит в рассрочку, клиент носит деньги сразу на 5 лет, 7-10. А сейчас многие компании запустили трехлетний продукт. У меня с вами как-то особое отношение, но в тем не менее есть уже и трехлетний продукт. Вот факторы, которые, собственно, на это влияют. Продукт сложный, продукт сложный в обучении. Компании, которые развивают, инвестируют очень много энергии, средств финансовых и временных в обучении продавцов. И если первые продукты продавались через агентскую сеть, я раньше работал в предыдущей своей компании, мы даже перед выпуском полиса, а там траншевый механизм, то есть 2-3 недели собираешь деньги с клиентов, потому что на момент выпускаешь полис, мы обзвонили сплошняком всех клиентов и задавали там 5 вопросов ключевых. И если хоть на один человек клиент говорил, нет, мне этого не рассказали, я с этим не согласен, мы просто возвращали деньги. То есть очень сложный продукт, и его нужно очень аккуратно продавать. И, слава богу, контроль качества некий на страховщике использует. Даже появились инвесционные декларации, которые являются приложением к продукту. И он по своему функционеру, по своей отчетности, по своей логистике опережает все другие продукты. Например, в нем ведется индивидуальный учет. Ни в одном другом продукте страхования жизни нет выделенного индивидуального учета. Здесь учет ведется по каждому клиенту, потому что даже 2 клиента, которые вошли в одинаковый базовый актив, будь то золото или будь то нефть, но вошли с периодом 2 недели, разница, у них разные деньги на счету. И страховая сумма в данный момент разная. И поэтому это огромный шаг вперед для технологичности, как бы и всей отчетности страхования жизни. Продукт сам по себе вынужден страховщиков быть более внимательными к учету, к логистике и правильной отчетности. И у всех компаний есть практически клиентские кабинеты. И клиент может каждый день войти, посмотреть, сколько у него денег на счету, какая у него текущая страховая сумма, как ведет базовый актив и как ведет у себя производный. Да, вот этот синтетический продукт, который ориентирован на движение по базовому активу. Вот все, я про инвенционное страхование жизни расскажу, например, накопительное. Накопительное развивается гораздо более полого, не так быстро, но и понятно. Во всем мире накопительное страхование жизни развивается по двум базовым причинам. Первое. Гарантированная доходность по этому продукту выше доходности по депозитам. И второе. Налоговая льгота. Если вы в Германии вложите деньги в депозит, вы получите доходность полпроцента. Полтора года назад Германия даже выпускала облигации с отрицательной доходностью. То есть, как говорят, люди готовы, или предприятия готовы покупать банды государственные, даже понимая, что они полпроцента с этого потеряют, они заработают, но зато это очень надежно. Вот. Депозитом полпроцента, а страхованием жизни было полтора-два процента. Вот. И это плата за долгосрочность. Ты на вкладываешь в долгую, у тебя выше доходность. И ты еще получаешь назад определенную долю налогового вычета с той премией, которую ты заплатил. Это огромный стимул для того, чтобы задуматься, да, и не жить с сегодняшним днем, а инвестировать в свое будущее, делать накопления, контролировать свой финансовый план. И вкладой за это являются покупные суммы. Клиент не может безнаказанно забрать деньги раньше. Если он придет через год и скажет, что я хочу забрать назад, то ему платят не все деньги, а 50-70-80%. Поэтому он готов держать деньги долго, он является источником длинных денег экономики, он получает за это привилегии в виде доходности и налоговый год, но гарантирует, что деньги не заберет назад. Им заберет с определенными штрафами. В России оба фактора не работают. Доходность в страховании жизни формально ограничена 5% на математический резерв, а не на взнос. А де-факто гарантированно является в проценте 3%. Доходность по депозитам долгое время в России колебалась от 8 до 10%. Сегодня даже крупнейшие банки государственные дают 6-7,5%. А доходность, гарантированная по НСЖ, остается на том уровне, о котором я говорил. Поэтому без налоговых льгот никакого развития, никакого прорыва здесь не будет. Да, ставки по депозиту не будут вниз, но они еще долго будут идти вниз, скорее всего, они наоборот повысятся с учетом падения курса рубля. Что касается налоговых льгот. Вы знаете, у меня есть ощущение, что в эту осеннюю сессию нам удастся именно НДФЛ физлиц. Там многие договоренности действительно уже достигнуты. И у меня ощущение, что только технические какие-то проблемы или еще какие-то геополитические, которые еще более крупные, чем произошедшие, могут этому помешать. Ну, в старушке жизни мы уже оптимисты всегда. Поэтому я с оптимизмом смотрю на то, что в осеннюю сессию удастся провести законопроект. Но даже если его удастся, то это будет гораздо меньше, чем льготы по инвестиционным счетам. Инвестиционные счета введены в категорию инвестиционный налоговый вычет и границей является 400 тысяч. То есть 400 тысяч не вычета, а база, с которой вычитается. То есть 13% НДФЛ от 400 тысяч рублей. А та дискуссия, которую мы ведем по страхованию жизни, она добавляется в социальный налоговый вычет. Туда помимо страхования жизни входит пенсионное страхование, пенсионное обеспечение, благотворительность, здравоохранение, образование. Максимум суммы 120 тысяч в год расходов можно получить 13 тысяч. То есть где-то там 15 тысяч этого вычета. Поэтому она не даст какого-то прорыва на сегменте премиальном, но на массовом сегменте. Это может быть хорошей инновацией, которая подвинет рынок вверх. Я еще отмечу, что продукт еще более сложный для банковских специалистов, чем СЖ. Если банковские специалисты привыкли продавать ПИФ и доверительное управление, для них СЖ это еще один инвестпродукт в линейке. Поэтому он еще так хорошо пошел. Ну там как бы и банк зарабатывает на этом и проще. А на СЖ попробуйте с человеком поговорить о его доходе, о его состоянии здоровья, о том, какие у него отношения в семье, насколько он дорожит своими близкими, насколько высок уровень его социальной ответственности. Это безумно тяжело. И если ты привык продавать все только на доходности, продавать защиту, продавать социальные гарантии, социальную ответственность, исполнение своей социальной роли перед своими близкими, это безумно трудно. Инвестиции в СЖ, несмотря на то, что продукт более традиционный, гораздо больше, чем инвестиции в развитие СЖ. Я имею в виду тренинговые, коучинговые и так далее. Также еще скажу, что продукт делится на три больших категории, по моему мнению. Единовременный взнос. По сути, человек заплатил миллион рублей, но на этот миллион застрахован. Вроде как бы зачем ему? А это способ такого долгосрочной передачи капитала кому-то из своих близких или родственников. Потому что страховая жизнь очень защищенная тема. Если человеку что-то случится, эти деньги моментально перейдут к выгодоприобретателю, которого он указал. Второй продукт, традиционный эндаумент, это взрослый. Если что-то случилось в семье, сразу семья получила большую сумму денег. А если ничего не случилось, то в конце периода страхования назад взнос плюс маленький вес дохода. И самое главное, мне кажется, за этим продуктом будущее, именно в СЖ, это детский продукт. Это продукт, который продавался в советское время. Продукт, который был 70% трудоспособного населения страны. Человек, а сейчас он еще более актуальный, потому что образование становится платным. Все более и более платным. И неважно, оно зарубежное, российское, московское, екатеринбургское, свердловское. Или какой-то еще. Накопить на обучение ребенка. Если все хорошо, а это 95% случаев, регулярные платежи позволят не залезать в эти деньги, когда хочется купить новую шубу или новую машину, или съездить, не знаю, в Турцию или в Таиланд, не можешь забрать эти деньги, ты уже дал себе обещание. Я накоплю эти деньги для обучения ребенка. А если что-то случится, взнос из-за тебя сделает компания. И вот это, мне кажется, продукт, который при налоговых льготах, мы лично будем очень сильно продвигать и развивать. Сегодня без налоговых льгот делать это несколько проблематично. Дальше. Рисковое страхование жизни. Ну, на самом деле, как я уже сказал, надо обязательно рассматривать с продуктами несчастного случая. Они не всегда попадают в статистику, надо рассматривать что-то страхование жизни. Но они являются очень-очень схожими. Вот. Я об этом продукте могу сказать, что он незначительный по объему, но обладает высоким этапом роста. Просто он не заметен на фоне инвестиционного страхования жизни, кредитного страхования жизни, накопительного страхования жизни. И в банковском страховании он представлен только в коробочном, варианте. То есть сейчас во многих банках уже можно купить коробочки НС, коробочки страхования жизни, которые без андрайтинговые, которые клиент подписывает декларацию, но которые обладают определенным уровнем защиты, лимитированным, да, то есть на 500 тысяч рублей защиту, максимум миллион из того, что я знаю. Вот. Но его просто купить. Нужно две минуты для того, чтобы заполнить заявление, отдать, оплатить и заплатить. А вот в агентском канале, наоборот, превалируют индивидуальные решения, когда под каждого конкретного клиента определяется набор рисков. Уход из жизни, инвалидность первая-вторая группа, госпитализация, критические заболевания, там одно, второе, третье, и он как лего, конструктор подбирается под клиента. Такой продукт продавать через банки гораздо сложнее, потому что на поточных массовых продажах у тебя нет времени для того, чтобы общаться с клиентом. Представьте, я в Сбербанке вдруг внедрю в массовом сегменте вот такой интересный продукт, на продажу которого нужно минут 45. Вот я буду первым, кто, не первым, вернее, кто будет уволен за создание очереди в Сбербанке, потому что только эту проблему приведили, и тут я со своим прекрасным продуктом. Поэтому массовый сегмент, только коробочные продукты. Но у нас есть планы очень интересные. На премиальных сегментах стать в этом году первыми, кто запустит продукты страхования жизни рисковые и ненакопительные, которые действительно разрабатываются индивидуальным клиентам. Мы в Сбербанке стараемся продвигать концепцию персонального финансового планирования, которое имеет свои эшелоны некие, как пирамиды, так и первое, страхование жизни, второе, ликвидные инструменты, это депозиты прежде всего, и только третье, это инвестиционные. В мире эта концепция говорит, появилось чуть-чуть свободных денег, защити себя от неблагоприятных обстоятельств, купи страхование жизни. Второе, вложи деньги в депозиты так, чтобы если у тебя будут проблемы с работой, с бизнесом, то мог бы их вытащить моментально, без потери, и месяцев 6-9 прожить на них спокойно и счастливо, пока не наладишь свою профессиональную деятельность. И только в третью очередь, размещать деньги в пифа, в ноты, в доверить направление, или еще куда-то. Вот по этой концепции мы идем, но мы несколько сами себя обманываем. Когда у нас есть только продукт накопительного страхования жизни, который мы предлагаем, не он является нижней базой. Именно рисковое страхование жизни является нижней базой. Вот эту проблему мы сейчас исправим, в этом году запустим. Рисковое страхование жизни в двух премиальных сегментах. А коробочные продукты мы провели сейчас пилот, пилот в городе Алибелгород, во всех отделениях. Пилот нам по результатам понравился. И в октябре мы проводим тиражирование коробочных продуктов трех-двух НС-ок и одного такого микронакопительного страхования жизни на всю Россию, на все территориальные банки. Еще один способ продвижения этих продуктов – это онлайн. Слава Богу, появилась онлайн возможность продавать полисы. Огромное спасибо Российскому Союзу Страховщиков, что удалось включить страхование жизни, которые много исключили, и оттуда. И вот мы на прошлой неделе уже начали продавать первый полис онлайн. Вот сейчас докрутим, исправляем ошибочки, которые, естественно, всегда возникают при старте и будем делать это гораздо более активно. Там тоже коробочные решения, которые продавать легко. И я вообще считаю, что именно этот продукт обладает колоссальным потенциалом по направлениям вот этим банков страхованиям. Если мы говорим о охвате клиента, это как осаду в автостраховании, коробочное страхование жизни. Купи немножко, у тебя всегда будет защита. Это недорого, это просто, но ты защищен по минимуму. Дальше уже можешь как бы развивать свою защиту гораздо в большем объеме. Вот. Я считаю, что даже при падении тампов роста экономики сегмента отворительного страхования может показать дополнительную динамику в силу того, что сейчас этих продуктов очень-очень мало. И даже если совсем негативное будет явление, знаете, вообще рекомендация, когда на рынке нестабильна, наоборот, страхование жизни не иметь обязательно. Вот. И мы собираемся, не только мы, но и рынок, продвигать это. Слайд, который я уже как-то показывал, поэтому не буду на него заострять внимание, он просто показывает, куда направление движения по видам кредитного страхования вчера было самым большим, сегодня оно еще остается самым большим, но при этом там прошлощение стрелочек уже вот сюда. Завтра уже наступило, уже начинает сокращаться. Накопительное страхование жизни растет не такими большими темпами, но завтра, надеюсь, будет расти за счет налоговых льгот. И на инвестиционной страховании жизни действительно вот так вот растет, но посмотрим, как повлияет на инвестиционные счета и рисковое страхование жизни будет обладать самым высоким темпом роста, но в силу небольшого среднего сноса будет по доле занимать не передовую позицию. Вот такой мой взгляд на рынок, прошу прощения, что я отнял гораздо больше времени, чем планировал, и готов ответить на вопросы, которые будут, возможно, у вас возникнуть. Спасибо. Спасибо большое. А вопросы будут у нас сейчас как раз все выступим, у нас, наверное, будет время для вопросов. Хотел бы расставить слово, Сачья, Яковлевне, «Согас жизни»? Здесь об этом теме о развитии корпоративных спикеров и жизни. Очень интересный вопрос. Добрый день. У нас спикером заявлен генеральный директор Якушева Ирина Владимировна, но из-за непредвиденных обстоятельств произошла смена. Но я постараюсь осветить те вопросы и ту тему, которая у нас заявлена. Мое короткое выступление посвящено оценке и тенденциям на корпоративном рынке страхования жизни. В течение последних лет на рынке страхования корпоративного, именно корпоративного страхования жизни, наблюдается некое снижение на фоне существенного роста розничного страхования. Причем по каждому из видов снижение доли достаточно неравномерное. Наибольшее снижение доли премии приходится на страхование с условием периодических выплат. Это договоры с юридическими лицами, аренды, аннуитетов, либо с участием страхователя в инвестиционном доходе. Здесь в большей степени данное смещение происходит из-за перехода и роста на индивидуальном рынке страхования жизни. В меньшей степени снижение доли премии приходится на страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. Прежде всего здесь происходит снижение из-за того, что мы переходим с договоров коллективного страхования на индивидуальное страхование. Это смещение произошло в том числе за счет того, что в закон об организации страхового дела внесены определенные изменения, и страховым агентам, банкам, когда они вступали страхователями, нельзя указывать себя в качестве выгодоприобретателя. Наименьшее снижение доли премии приходится на пенсионное страхование. Пенсионное страхование традиционно занимало значительную долю в общем объеме премии по корпоративным договорам страхования. Компаниям, которые являются лидерами на корпоративном рынке страхования жизни, коим является компания Сага Жизни, занимает 1,4 рынка, достаточно тяжело поддерживать свои объемы. И факторы, которые влияют на отсутствие роста корпоративного страхования, являются продолжающие снижение темпов роста экономики, которые, прежде всего, приводят к уменьшению свободных средств предприятий и, соответственно, к снижению доли страхования в жизни в социальных пакетах предприятий. Также, как вы уже говорили, отмечали, это неравные условия по корпоративному пенсионному страхованию по сравнению с условиями добровольного пенсионного обеспечения, которые осуществляют они государственные пенсионные фонды. И, наверное, одним из главных факторов мы бы отметили, что механизм корпоративного страхования жизни недооценен работодателями. Именно недооценен с точки зрения долгосрочного механизма и мотивации персонала. В условиях, которые складываются на рынке, страховые компании, которые занимаются корпоративным страхованием, вынуждены по-новому подходить к клиенту, вынуждены разрабатывать либо прибегать к изменениям страховых продуктов. В то же время, когда наш потенциальный клиент или предприятие как раз сокращает издержки, потому что мы все, в принципе, находимся в равных условиях. И чтобы быть в рынке и обеспечивать все-таки потребность каким-то образом наших страхователей, юридических лиц, мы прибегаем к некой оценке. Оценка по основным вопросам строится следующим образом. Насколько в условиях экономики изменилась потребность клиента в социальной политике предприятия? Насколько он готов инвестировать в программы, которые связаны с жизнью и здоровьем своих сотрудников? Какие кадровые задачи ставит перед собой предприятие? То есть, когда сокращаются расходы, предвидится ли какое-то сокращение персонала, либо сокращение персонала не предвидится, но какие меры нужно предпринять. Также все привыкли жить в определенных условиях и уже не хотят отменять какую-то страховую защиту. Поэтому здесь мы вынуждены следовать тому принципу, чтобы оставить те продукты, которые есть, и ту социальную защиту, которая есть на предприятиях, и каким-то образом расширять эти программы. Соответственно, если раньше компании могли позволить себе только договоры по страхованию добровольному медицинскому, то со временем они добавляют страхование от несчастных случаев, в несчастных случаях расширяются, в том числе добавляются заболевания какие-то, и таким образом мы последовательно приходим к накопительным программам страхования жизни, которые внедряют предприятия. И, соответственно, если предприятие готово расширять свою социальную программу и свой социальный пакет, мы уже говорим о дополнительных каких-то программах. Если на среднего сотрудника, это, как правило, приходится от 0,5% до 1,5% объема фонда оплаты труда, то накопительные программы для топ-менеджеров это уже 10% и более. Поскольку очень часто компании в линейке своей социальной имеют программы по страхованию добровольному медицинскому, по страхованию от несчастных случаев, то очень часто мы обсуждаем пенсионные проблемы, которые возникают на предприятии. И здесь, как уже говорили, существенным моментом и двигателем для увеличения объема доли премии вот именно по договорам с юридическими лицами мы видим изменения в законодательстве. На сегодняшний момент при страховании жизни сотрудников работодатель перечисляет отчисления во внебюджетные фонды в полном размере как по смешанному страхованию жизни, так и по пенсионным программам. Тогда как, если эта программа идёт через негосударственные пенсионные фонды, то негосударственный работодатель освобождается от уплаты отчислений во внебюджетные фонды. Поэтому ключевым здесь фактором является выравнивание условий работы страховых компаний, которые готовы предоставлять пенсионное страхование с негосударственными пенсионными фондами. Вторым моментом, который мы видим для себя в росте корпоративного страхования жизни, это разговор с клиентом и выстраивание его политики и переход его политики социальной с мотивационной на именно долгосрочное управление персоналом на предприятии. Что это означает? Это означает, что когда мы наблюдаем снижение либо стагнацию рынка и экономики, предприятия уменьшают свои издержки. И крайние меры, которые могут применяться, это сокращение персонала, что позволяет сократить какие-то расходы. В данной ситуации долгосрочный механизм страхования может позволить не сокращать, не увеличивать заработную плату, а заключать, например, договоры не менее пяти лет. Тем самым удерживая на предприятии квалифицированных сотрудников, мотивируя их остаться и добросовестно выполнять свои обязанности. Тем самым инвестиции в долгосрочную программу страхования жизни, они впоследствии позволяют сократить расходы и издержки на поиск новых квалифицированных специалистов и ключевых сотрудников. Ну и, соответственно, каким-то образом бюджет предприятия оставить на том уровне, который необходим предприятию для того, чтобы достойно существовать на рынке. И третьим вариантом, который возможен в условиях стагнации рынка, это является делевое участие работодателя и работников в программах по страхованию жизни, то есть так называемой программой софинансирования. Для работников предприятия это означает, что у них остается страховая защита и идет некое ограничение личных расходов, сокращение личных расходов. Для работодателя это означает уменьшение как раз издержек на страхование, сокращение бюджетной статьи, остается тот же социальный пакет, который был, получается, у работника. Ну и, соответственно, это инструмент удержания и управления персоналом. Тем самым находится некий баланс, когда предприятие сохраняет те условия, в которых они привыкли работать, когда экономика находится на плаву. Ну и резюмируя, скажем так, и ту тему, которую мы заявляли, основными векторами, которые обуславливают успешное развитие рынка корпоративного страхования, это являются прежде всего законодательные изменения, которые связаны с выравниванием ситуации страховых компаний и государственных фондов. Это популяризация корпоративного страхования жизни, потому что мы очень часто сталкиваемся с тем, что страхование жизни путают с добровольно-медицинским страхованием, поэтому здесь необходима работа более плотная с клиентом, для того, чтобы он понимал, как он может изменить кадровую политику. И, соответственно, вовлечение сотрудников в софинансирование, которое позволяет сокращать издержки и удерживать бюджет предприятия на необходимом уровне и в то же время сохранять ту социальную защиту и те гарантии социальные перед работниками, которые ставят себя на долгосрочную перспективу предприятия. Спасибо за внимание. Спасибо большое. А теперь можно задать вам вопросы. Субтитры. Есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Журнал «Финансы». Древнейший журнал «Финансы» хочет задать вопрос. Максим Борисович говорит, у нас официальное инвестиционное страхование жизни не существует. В связи с этим какие-то правовые риски, вы, кажется, год назад об этом говорили, остаются. Но участие Сбербанка как бы нивелирует вот эти правовые риски. Но как вот на самом деле называется договор, который вы предлагаете страхователю? Что там написано? Договор с участием, прибылью, как это выполняется? Спасибо. Спасибо за вопрос. Посмотрите, вы правильно заметили, что Сбербанк активно называет этот продукт. Я даю работу в Валенсии. Это серьезнейшая международная группа. Мы там продукт запускали, я получал 27 подписей в Германию на то, что ты запускаешь продукт, 27. Очень веселое приключение. Поэтому все риски, которые вырождали продукт, они из него давно ушли. Продукт полностью соответствует как российскому законодательству, так и по экономике, является приемлемым для аппетита риска тех страховых компаний, которые с ним работают. Ограничение его связано с тем, что если бы законодательство чуть-чуть бы подкорректировать, он бы стал бы еще интереснее. И не возникало бы каких-то налоговых аспектов. Ну, то есть меньше денег там уходило бы, то есть больше денег зарабатывал бы клиент, больше маржинализм могла бы себе позволить страховая компания. Но на сегодня это абсолютно на наш взгляд, что понятно, что здесь нет такой суперэктивной картин. Мы считаем, что этот продукт не характеризуется никакими рисками, которые выше, чем обычным наконечным страхованием жизни, и оформляется он как договор о страховании жизни, так же, как обычный договор о страховании жизни с накопительным элементом, то есть обратной ситуацией. С участием, понимаете, когда он оформляется, и когда он потом отправляется в надзор, там совершенно разные вещи будут написаны, это обычная практика на рынке. Это договор о страховании жизни, который внутри нашей компании квалифицируется как тип номер 2, под тип номер 2, о страховании жизни, с участием клиента в инвестиционном доходе. И по этой категории он рапортуется в Центробанк. Его отличие только в том, что клиент действительно выбирает, на какой базовый актив он хочет таргетировать свою инвестиционную рискную часть. Продукт состоит из двух частей. Первая часть – это консервативное вложение, это, как правило, облигации федерального займа, либо такие квази-государственные национальные бумаги, бумаги облигаций «Газпрома». И эта доля за пять лет действия продукта прирастает к размеру взноса. То есть это защита капитала. Даже если рисковый фонд в ноль просто упадет, клиенту гарантирован возврат суммы взноса, которую он сделал. А остальная часть, именно рисковый фонд, мы его называем, она через определенную инвестиционную стратегию завязана на базовый актив, который выбрал клиент. Причем в этой инвестиционной стратегии могут участвовать и деривативные инструменты, в том числе и с каким-то леверджем. И, соответственно, клиент получает определенную долю участия в рынке, вложив миллион рублей, например, на 40% завязан на динамику золота. И прирост по золоту дает ему 40 копеек дохода. И, кроме того, продукты уже, поскольку они развиваются уже 4 года, они стали такими очень разносторонними. И я это называю, нет возражений у клиентов некоторых. Это такое, что, ну, слушайте, это какое-то замораживание денег на 5 лет, друзья мои. Это уникальные инвестиционные возможности, которые вам страховая компания дает в течение 5 лет. Потому что теперь этот продукт можно менять в базовый актив в течение действия продукта, фиксировать прибыль. Ну, например, прибыль выросла к продукту, клиент говорит, я хочу остановиться на этом уровне, уменьшите мое участие в рынке, но теперь гарантию не 100% одного взноса, а 130 сделать, потому что оно уже до этого времени там уровня не доросла. Клиент может бесплатно пролонгировать продукт на год, ну, потому что продукт может закончиться в той точке, в которой локальный минимум находится, да, и это не очень хорошо, поэтому мы даем возможность клиенту сказать, я год еще буду держать деньги, не буду их забирать, для него это бесплатно, но за этот год продукт может восстановиться. Вот клиент может выбрать такую стратегию автопилот, автофиксация прибыли. То есть, например, каждый раз, когда прибыль достигает такого-то уровня, автоматом, без всякого заявления клиента, эти деньги переходят в дополнительный новый уровень гарантии. То есть, сегодня это живущий отдельной жизнью великолепный инвестиционный продукт, который с помощью страховой оболочки становится еще более привлекательным для клиента. Во-первых, там еще есть страхование, пускай и не такой большой объем. Например, это может быть, если вдруг человек умирает, может сказать, несчастного случая, то его семья получает моментально, без периода наследования, поскольку это страхование, двухкратный взнос, который он делал, плюс весь и мест доход, который заработан к этому моменту. А еще не забудьте то, что страхование жизни – это уникальное такое юридическое понятие, это не имущество, это обязательство компании по формированию резерва для клиента, который будет выплачен в будущем. Поэтому этот продукт, он даже, я не знаю, при разводе не делится, он не имущество, его нельзя конфисковать, арестовать или еще что-то. А кроме того прочего, пускай минимальные, но налоговые льготы на страхование жизни есть. Если клиент купил пив за 100 рублей и продал на 150, он заплатит налоги 13% с 50. Если же это обернуто в страховании жизни, то заплатит налоги на 150 минус 100, увеличенная на ставку рефинансирования простым способом, простым процентом, за каждый год действия продукта. Здесь еще и налоговая экономия. То есть это случай, когда 1 плюс 1 равно 3, а не 2. То есть вроде клиент может так сам сделать. Купить рисковую страховку, уложить деньги в депозит и купить какой-нибудь там по его инвестиционный фонд. Но такой синергии инструментов, когда мы запаковываем в этом месте, он никогда не добьется. Именно поэтому он нашел свою нишу. У клиентов у обычных из премиального, но средний класс и выше. У них была возможность положить деньги в депозит или в пив. В депозите это доходность, которая только покроет инфляцию, не более, никогда более. А пив можно выиграть или можно потерять. Посередине на шкале кривой риск доходности ничего не было. Мы предложили простой инструмент, которым управляем мы, потому что там ритмическая стратегия, но который клиент может диверсифицировать свой портфель. что и произошло. Простите меня, пожалуйста, опять за длинный ответ. Я увлекаюсь. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Медицинское обозрение. У меня такие вопросы. Вот к Игорю Юрьевичу первый вопрос. Вы сказали, 10 лет вас не слышат и не слушают. А кто должен вас услышать, чтобы ситуация все-таки улучшилась? Какие месяцы, что? И у меня вопрос к Максиму. Скажите, вот, сейчас идет все равно отзыв лицензии банков. Что гарантирует государство при этом варианте, если банк закрылся, а у вас страхование в этом банке? Вот сейчас что-то гарантирует? Я понимаю, по взносам гарантируют, да, по страхованию. И вопрос, я думаю, ко всем. Нужна ли какому-то продукту агрессивная реклама сейчас? Если нужна, то какому продукту точно нужна? И что мы увидим где-нибудь, когда-нибудь? Потому что я родился, у меня госстрах в голове застрял с детства. А сейчас страхование никакой агрессивной рекламы не дает. Может быть, продукт какой-то сделать и дать агрессивную рекламу. Спасибо. Ответ может быть короткий, а может быть длинный. Это средний выбор. Десятилетиями, если мы говорим сегодня про страхование жизни, мы говорим с государством о том, что страхование жизни, если вы хотите из их резервов, страхование жизни, создать длинный инвестиционный ресурс для своей собственной экономики, нужны некие налоговые льготы. Оказывая эти налоговые льготы, разрешая их страховщикам, вы создаете ресурс, который в такой экономике, как швейцарская, составляет 70% потенциала швейцарской экономики. То есть, все, чем она прирастает, на 70% она прирастает за резервами ПИФов, ГНБФов и страховщиков, основных страховщиков в Швейцарии. В Америке сон. Все, что вкладывает могучая американская экономика, это длинные деньги, которые создают страховщики в качестве, страховщики в качестве жизни, в первую очередь, как страховщики. Значит, десятки лет мы об этом говорим, десятки лет мы не получаем тех налоговых льгот, которые хотелось бы. Ну, и дальше мой ответ начинает распадаться на... с одной стороны, с другой стороны. С другой стороны, когда мы начали эти разговоры, в полный рост в конце 90-х годов, в второй половине 90-х годов, расцветали схематозы. И поэтому страхование жизни было ложно. Оно было уходом от налогов. Для вас только могу сообщить, что, предположим, налоговое ведомство Российской Федерации получало зарплату по так называемой аминутентной сфере. Ключаем не низко. Как вам это? Естественно, не налоговый. Но такова была экономика, такова были правила игры. Все все понимали, глаза закрывали, потому что с каждого рубля предприниматель Российской Федерации в 95-м году, если он частный предприниматель, в принципе должен был уплатить 95% налоги. И от них все уходили, уходили различными схемами за год некоторое время, расчистить это, в том числе расчистить страхование жизни, довести до классической схемы, вынуть схематоз в основном и сделать его таким, как Максим вам сейчас рассказывал, сложным, интересным и перспективным. Значит, мы считаем, что на данной стадии прошлое позади, впереди только светлое будущее. Если не будут предприняты какие-то идиотские меры по налогообложению заново, идиотскими мерами я называю те, которые предлагаются наиболее консервативной части экономического сообщества, так называемой группой Глазьева. Тогда мы возвращаемся в Советский Союз, а пока мы туда возвращаемся, в центральный плане, в экономику массирование, расходование средств, безоглядно инвестиционные продукты, то есть инвестиционные расходы, которые инфраструктурные проекты, которые не просчитаны, которые будут залиты в землю и так далее. Мы теряем все, в этом случае опять возникнут уходы от налогов, опять страна поменяется совершенно. Я надеюсь, что это не произойдет, если это не произойдет, то здравые экономисты, которые сейчас борются за неповышение налогов на предпринимателя, за продолжение поступать в развитие экономики и многое другое. Они победят, победит классическое страхование жизни, победят классические схемы его стимулированные, победят классические инструменты, которые, с одной стороны, позволят развивать страхование как второе, и это, кажется, как эгоистический интерес страховщиков жизни, хотя таково не является. А на самом деле создаст тот самый ресурс, который мы владеем. По вопросам, которые были адресованные мне, гарантия, если вдруг лицензию вам отбирается, никакой угрозы для этих продуктов нет, потому что продукт не имеет никакого отношения к банку. То есть, эта продукция страховая компания, банк используется как аналог дистрибуции, никаких обязательств банка перед клиентом и ответственности не возникает. Это чисто в отношении страховой компании, которая отвечает, в том числе, своему установку за это, и клиентам. Аналога АСВ, но страховой компании пока нет. Но, как я сказал, это полная ответственность самой страховой компании. У этих исследований есть комфорт? Ну да, но такого аналога по добровольным видам нет, и пока ее, собственно, не нужны. Значит, просто приведет к удорожанию услуги и к снижению эффективности. Второй вопрос был про рекламу. Знаете, во всем мире считается, что страхование жизни не рекламируется. На нашем рынке был один пример, когда зашедшая иностранная компания, Инжи, по-моему, они сделали и телевизионную рекламу. Все прям вообще подумали, ничего себе, сейчас весь рынок. Период был как подвинут. Прошло время, а через два года компания перестала работать на российском рынке. Не рекламируется. Ну, представьте, вы где-то сталкиваетесь с рекламой. Покупай страхование жизни. И прямо очень быстро. У меня в компании предыдущего агентства, которая работала, я говорил, что если клиент звонит сам, то это одно из трех либо конкурентов изучает наши продукты. Либо это мошенник, потому что сам звонить, да, под страховую компанию, а страхование жизни уникально не только тем, что там деньги возвращаются, даже когда все хорошо, но и тем, что вы не можете машину страховать в двух компаниях. Законодательные не можете, а жизнь можете в 100. Если что-то случится, в 100 компаний идет заявление, и получается выплаты. Потому что жизнь бесценна. Ее нельзя ограничить по лимиту ответственности. Вот. И, соответственно, там их внимательно там всех проверяют, да, заявление на страхование, которые приходили самостоятельно. Лучшим способом продвижения страхования жизни является, в теории маркетинга, личная продажа. Личное общение консультанта и клиента. Только оно может раскрыть потребность, только оно может показать тот лаг между желаемым состоянием, в котором должен находиться клиент и его реально, да, потому что многие не задумываются. У нас миссия в нашей компании звучит как, мы работаем для того, чтобы граждане нашей страны перестали жить только сегодняшним днем и боялись планировать свое будущее. И чтобы продукты и услуги, которые мы выпускаем, они помогали реализовывать мечты, устремления и обещания клиентов, которые они дают своим близким, а самое главное – самому себе. И чтобы это происходило, несмотря ни на что. Не помните роль свою социальную – матери, отца, супруга. Даже если завтра тебя не будет, но завтра будут твои близкие, перед которыми ты в долгу, ты обязанна, ты сделала ему обещание. И слоган нашей компании поэтому звучит – завтра будет. С одной стороны – завтра будет все круто, а с другой стороны – оно будет, даже если тебя не будет. И подумать об этом нужно сегодня. Это социально ответственно. Никакая реклама не сможет это донести так, как смогу донести я или профессиональный консультант, который искренне верит в этот продукт. Если я говорю с потенциальным клиентом, и он мне приобретает продукт, то у меня потом огромное чувство ответственности. Я что-то сделал не так, я не смогу показать вот эту нужность до этого продукта. И не дай бог, что это потом случится, первого, кого буду корить за то, что его близкие, которые от него финансово зависят, остались без финансового обеспечения. Это буду я сам. Поэтому нет реклама, вряд ли поможет. Хотя вот налоговый льгот, если будут внедрены, то его можно как-то стимулировать с помощью каких-то минимальных рекламных вещей или онлайн-продажей. Можно что-то делать, но локально, глобально, ничего не принесет. Считается, что на тысячу клиентов должен быть один консультант по стране, по региону, по городу. У нас это соотношение гораздо меньше. Но спрос рождает предложение. В данном случае предложение рождает спрос. Спасибо. А газу тоже рекламу не нужно? Согласны? Вы знаете, то, что касается работы с корпоративными клиентами, в принципе, здесь тоже приходится все разъяснять. И, допустим, в накопительных программах, что индивидуальных, что корпоративно, встречается название «резидожитие». И, допустим, когда многие клиенты это слышат, для них это просто вообще шок, что значит «резидожитие». Естественно, ты не внесешь эту рекламу и так, как индивидуально работаешь с клиентом. Поэтому, в принципе, там реклама группы есть, но все равно продвижение продуктов – это уже индивидуальное общение. Да, в нашем случае рекламировать бренд Сбербанка, наверное, было бы очень неправильно, потому что сразу воспринимают нас как группу Сбербанка. Они вспомнили то, что Сбербанк – страхование жизни, сейчас компания Сбербанк – страхование открылась. Вы сказали, что вы из журнала «Медицинское опозрение». У нас просто дискуссия сейчас есть еще и с Минздравом, очень интересная. Знаете, сейчас начинает развиваться мошенничество и страхование жизни. Вы знаете, что автострахование это побубило почти рано. Сейчас это переходит по закону защиты прав потребителей и на рынок страхования жизни. Ну вот тут и там судебное разбирательство. Там клиент, инвалид, да, пришел, застраховался, не имел права, то не выплатил. Там огромное количество миллионов рублей, хотя он обманул нас при подписании договора. У нас было два письма. Минздрав на тему того, что, уважаемые коллеги, можно сделать, как это было в советское время, когда был прям такой формуляр заброса страховой компании в лечебное учреждение, которое должно предоставить данные о состоянии здоровья клиента, если вдруг что-то происходит. Причем клиент пишет согласие на это заявление на страхование, распоряжаться медицинской информацией. И так и было, да, есть четкий формуляр, четкий ответ. Сейчас мы два раза получили ответ Минздрава, и это, наверное, вам показывали, Игорь Юрьевич, но, друзья мои, профессиональной информацией, и категорически вообще напрещено ее вам давать. Ну как же так? Тогда я должен поднять тарифы в три раза, чтобы защитить себя от мошенников, которые, условно говоря, уже инвалид, страхуются и говорят, «О, я инвалид, выплачу». Или, вот мы сейчас хотим запускать онкострахование. Страхование от диагностирования онкологических заболеваний, я считаю, что это очень важный продукт, потому что требуется там деньги на лечение. Но если его будут покупать те, кто уже у себя диагностировали это, а потом будут покупать, это плохо. И вот это вот отсутствие механизма защиты, оно на честных клиентов, на правильно, влияет самым негативным образом. К сожалению, пока из всех министерств активно с мировым травмом настолько билитерны, понимает проблематики, что. Но надеемся, что я это решил. Спасибо. Пожалуйста, еще какие-то вопросы есть? Нет, вопросов больше нет. Тогда еще раз большое спасибо всем за выступление. Отстроите меня на Александру Талетского, который не смог попасть на многое. И еще раз хочу говорить, и компанию Медлайн за поддержку нашего мероприятия, и всех выступавших. Еще раз всем большое спасибо. У вас есть материалы, так что там, в общем-то, подробно в цифрах, то, что даже мы сейчас не успели обсудить, можно будет посмотреть. Спасибо. Спасибо большое.